Всем привет! Меня зовут Алена Иванова. Я владею сетью школ восточных языков и хочу в этом видео рассказать тебе о своем пути изучения китайского языка, как это было и сколько времени у меня на это ушло. Китайский язык я начала изучать еще в школе, как ни странно. Школа у меня не профилированная по китайскому языку, это обычная муниципальная школа, но я была в последнем классе и нужно было, условно говоря, решать, что делать, потому что ты уже выпускаешься из школы, ты должен поступать в университет и находишься просто в недопонимании, что же делать и куда поступать. У меня хорошо выходили языки. В школе у меня был второй язык французский, я его изучала с пятого класса, он мне нравился, получался. Я его еще изучала дополнительно на курсах в Лимке и довела его до уровня B1-B2, но на самом деле я его потом забросила, потому что на том моменте, когда у меня начался субженктив, я его забросила, показался мне все-таки сложным язык, но не знаю, ну не так он у меня, как бы не лег он ко мне. Находясь вот в десятом классе, в самом последнем, ты начинаешь думать, чем же тебе заниматься. Я подумала, ну если у меня выходят языки, может быть я займусь китайским? Почему бы и нет? В тот момент китайский не был настолько популярным, его, то есть еще муниципальные школы в Москве, там, пожалуй, их не было несколько, кто имя, кто давал этот язык, не было столько школ и вообще не было даже мысли о том, что китайский там только-только набирал обороты в общем. И я решила выбрать китайский. Почему не японский или корейский? Наверное, наверное, потому что мне нравились иероглифы. Расскажи, на какой язык пал твой выбор после школы, если у тебя есть какое-то лингвистическое образование, какой язык ты учишь сейчас? Это тот самый язык, который ты выбирал и учишь? Или там, например, как у меня, я изучала французский, а почему-то ушла в китайский? Если тебя, так же как меня, привлекли в свое время китайские иероглифы, то тебе будет очень интересен наш курс китайской каллиграфии на нашей онлайн-платформе. Но если же все-таки ты склонен, и тебе нравятся иероглифы, и нравится вообще сама китайская речь, и тебе интересно узнать о китайском языке, то тебе хорошо подойдет наш курс живой китайский. Ты на нем научишься не только говорить, правильно произносить тональность, научишься правильно писать иероглифы, ну и просто банально научишься разговаривать на бытовые темы. А для вас, мои зрители, действует специальный промокод Аленка. Он позволяет тебе получить 50% скидку на курсы по каллиграфии и на курсы живого китайского. Ссылочки я оставлю внизу под видео, так что переходи, кликай, смотри, тебе обязательно понравится. Я молодец, я выбрала китайский, то есть я, находясь еще в последнем классе, решила, дай-ка я попробую изучать китайский. Терять год в университете мне не хотелось, то есть я не знала, получится ли у меня эти закорючки или нет, поэтому я еще вот находясь в моменте учебы в школе, решила, давай я найду себе репетитора и попробую позаниматься китайским. А вдруг у меня не получится, и я, не знаю, выберу вообще там какой-нибудь другой язык. Как раз таки из-за того, что китайский был непопулярен, найти его репетитора оказалось очень даже нелегко. Я живу в Жуковском, это город Московской области, он не так далеко от Москвы, в 15 километрах, но за счет того, что как раз таки эта вещь была непопулярна, в моем городе был всего лишь один репетитор китайского языка. На тот момент она была еще студенткой университета, института Шолохова, тоже в Московской области, и она жила на другом конце гордой. Вот я с ней связалась, договорилась об уроках и два раза в неделю или раз в неделю, как у меня выходило, по 40 минут пехом ходила до нее, занималась китайским. И тут, в общем-то, произошли чудеса, мне понравилось, мне очень понравилось, мне понравились иероглифы, мне понравилось произношение, а что самое главное, мне очень понравилась грамматика китайского языка, потому что она безумно легкая по сравнению с французским. И, в общем-то, на всех уроках, которые мне были неинтересны в школе, обществоведнее, прости, я занималась прописыванием иероглифов и просто тащилась от него. И, ну, подготовка к ЕГЭ у меня тоже прошла, тогда был первый год сдачи этого экзамена ЕГЭ, подготовка у меня шла тоже полным ходом, я хорошо сдала экзамены, но вот, например, общество знания, вот, я на нем прекрасно занималась китайским. Я поступила в университет, университет РГГУ. Мне было очень удобно к нему ездить, был неплохой у них востоковедческий факультет, и там я продолжила изучение китайского языка. В России я, вот, в университете я учила сначала язык первые два года, потом я уехала на длительную стажировку в Китай, в Ценчинь, и потом у меня были еще ряд краткосрочных стажировок летних, и в целом они дали мне хорошее полноценное знание китайском языке. Находясь здесь, в России, вам нужно, если ты студент, или если ты не обязательно можешь быть студентом университета, тебе нужно вначале, очень важно поставить тебе базу, то есть в первое время ты должен просто обязательно на 150 процентов правильно выучить и читать в Кенинь, ты должен уяснить, что это такое, ты должен читать все правильно правила чтения, не ошибаться, и чем быстрее ты научишься, тем просто банальнее у тебя, ну, меньше сложностей будет. Тональность, тональность, она само собой, ее, просто требуется чуть больше времени на ее достижение, но за счет постоянного разговора она у тебя выходит, то есть спустя полгода перестали нас, ну, конечно же, нас правили, постоянно до сих пор там правят по тональности, когда ты здесь оговорился, здесь плохо сказал, это нормально, но в течение, все равно после полугода ты даешь себе полный отчет от того, как ты говоришь, какими тональностями, и ты понимаешь собеседника. В России нас учили до уровня А2 по учебнику Кондрашевский, это хороший академический учебник, не какой-то там вау, он дает очень хорошее базовое знание, но он морально устарел, поэтому сейчас по нему, конечно, тяжело учиться, потому что с тех пор появилось много хороших учебников. В Китае я училась по серии учебников Developing Chinese, и она мне с тех пор, конечно, безумно, я очень люблю эти книги, почему? Потому что в этих книгах есть три серии, хорошо поставленных на каждую, скажем так, на каждую тематику того, что тебе нужно. Вот есть книги по чтению, там, соответственно, куча-куча текстов, где ты нарабатываешь именно какую-то дополнительную лексику и, в принципе, чтение. Есть именно книги по аудированию, и есть книги обычного китайского, стандартизировано, с грамматикой, где ты проходишь так же, вот эти вот все три. Мы в Китае за год прошли до уровня примерно B2 включительно, и по пришествию в Россию я сдала на HSK 4. Я, безусловно, на него готовилась, потому что экзамены HSK, международные экзамены, они любят, чтобы на них готовились. Они немножко похожи на тесты вот именно сейчас в формате ЕГЭ, то есть ты должен набить руку максимум, нарешать вот эти тесты, чтобы они тебе начали сниться. Ну и в целом, после подготовки, да и, в принципе, проведя год в Китае неплохо, я сумела сдать на него не на супер какие-то вау-баллы, но вполне хорошие баллы для того, чтобы не пересдавать на него, а дальше двинуться вперед на уровне, на следующем уровне C1 и HSK 5. Сейчас, чтобы вы понимали, с уровнем B2 и HSK 4 принимают на работу. То есть это хороший базовый уровень, но сейчас, то есть классный специалист, которого возьмут, скорее всего, на работу переводчиком или где нужен сильный китайский, нужен уровень C1. Но, например, многие сейчас работы менеджер со знания китайского языка, они нужны с уровнем B2. Даже у нас сейчас в школе мы всех учеников идем именно до уровня B2. Это занимает примерно два-два с половиной года, но не без практик в Китае, конечно. Сейчас китайский стал очень популярен, и самое главное, он стал очень доступен. Его можно учить вообще как угодно, где угодно и какими удобными способами. А самое главное, что язык сложен визуально в первое время только иероглифами. Внутри язык очень простой, поэтому людям начинает просто банально нравится китайский, хотя до этого многие его боялись. Пишите, пожалуйста, в комментариях, оправдал ли ожидания ваш китайский язык, когда вы начали его учить. Также я буду рада, если вы поставите пальчики вверх на видео. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, я здесь буду стараться почаще делиться своими историями, своей практикой для того, чтобы вы не совершали, например, таких же ошибок, как и я. Всем спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok